Однажды, не так далеко от этого места, Господь Кришна убил демона Ватсасуру. Всем ли вам слышно? Особенно там, в конце. Ватсасура был демоном в форме теленка. Кришна убил его. Демон хотел убить Кришну, но в итоге Кришна убил демона. Все это произошло неподалеку от этого места. Кришна чувствовал себя очень хорошо, потому что только что убил еще одного демона. Но пришли гопи. Он начал хвастаться перед ними. Я убил еще одного демона. Смотрите, какой я крутой молодой человек. Да, сказала Шримати Радхарани, мы слышали, что ты убил новорожденного, ну не новорожденного, молодого ребенка коровы. И Кришна сказал, что нет, он был демоном. Он просто принял форму теленка на какое-то время. Но на самом деле он был демоном. Шримати Радхарани сказала, что не имеет значения, он был маленьким теленком. Поэтому ты осквернен. Она не подходила Кришне слишком близко. Она даже сказала Кришне, держись от меня подальше. Если твоя тень соприкоснется с моей, мне придется принимать омовение. Всем ли хорошо слышно в конце? Все гопи старались отстраниться от Кришны как можно дальше и не иметь с Ним никаких дел. Хорошо, сказал Кришна, что я должен сделать, чтобы освободиться от последствий своего поступка, от этого осквернения. Гопи сказали, ты должен принять омовение в Ганге. Ганга, но она ведь очень далеко. Я не хочу покидать Вриндаван. Гопи сказали ему, это твоя проблема, Бая. Кришна сказал, знаете, что я сделаю в таком случае? Я просто проявлю Гангу здесь, в этом месте. Именно так он и поступил, прямо здесь. Он проявил Манаси Гангу из своего ума. И сказал Гопи, смотрите, вот она Ганга. И теперь я приму омовение в ней и стану очень чистым. Гопи сказали, но мы не уверены, что это настоящая Ганга. Различных рек, протекающих неподалеку очень много, почему мы должны верить на слово, что это именно Ганга? Хорошо, сказал Кришна, тогда посмотрите на это. И затем Кришна начал взывать. Ганга-май, Ганга-май, Ганга-май. Ганга-май, Май, Ганга-май. Ну, не так вяло, как вы, конечно, он серьезно взывал. Как он взывал? Ганга-май, Ганга-май, Ганга-май. Лучше. И прямо из-вот появилась Ганга-дэви верхом на крокодиле. Ее отличительным транспортным средством является крокодил. Подобно тому, как транспортным средством Господа Вишна является Гаруда. Шива ездит на быке Нанди. Ганга-дэви ездит на крокодиле. Прямо здесь, перед Гопией, Ганга-дэви появилась верхом на крокодиле. Много вы вообще в жизни видели женщин верхом на крокодилах катающихся? И тогда Гопи поверили, да, вероятно, это сама Ганга. Кришна принял омовение в Манаси Ганге. И таким образом Гопи вернули ему свое расположение, и он получил их общение. В те времена это была полноценная река. Сейчас это просто озеро. Сокращение в размерах произошло в тот момент, когда Кришна покинул Вриндаван. Большое количество игр разворачивалось здесь. Однажды Гопи приходили вон оттуда. И несли большое количество горшков с молочными продуктами, йогуртом, молоко на своих головах. Они хотели пересечь Манаси Гангу. Им нужна была лодка. Они увидели одну лодку, видите, вон ту, вдалеке, бело-голубого цвета. Которая на две части разломана. Это неподходящая лодка для переправы. Затем они увидели одну старую, грязную, потрепанную лодку. Со спящим в ней очень уставшим, слабым, темнокожим лодочником. Спящим в ней лодочником. Очень темным цветом кожи. Кто же это мог быть? Они подумали, что это какой-то просто молодой лодочник. Они подошли к нему и начали процесс переговоров о переправе. Переправь нас через Манаси Гангу. Он запросил очень высокую цену молочных продуктов. Обычно просят деньгами. Но этот лодочник хотел оплату в виде молочных продуктов. В частности, чам-чамами. Итак, они договорились о цене. И очень медленно лодочник начал переправлять их. Гопи сказали ему, надо бы ускориться. Знаете, сказал он, я очень голодный и слаб. Необходимо внести предоплату. Они дали ему большое количество молочных продуктов. Он кушал и кушал. В частности, масло. В конце концов, он закончил кушать масло. И упал в обморок прямо в лодке. Больший пир. А теперь буду отдыхать. Одну руку вот этой гопи. Другую руку вот той гопи. Каждую ногу вот этим гопи. И можете массировать меня, пока я буду спать. Хорошо сказали гопи, мы возьмем твои руки и ноги. И выбросим тебя в Манаси Ганго. Если не начнешь, грести быстрее прямо сейчас. Лодочнику не понравилась такая перспектива. Но теперь ему нужно было грести быстрее. Внезапно из ниоткуда надвинулся шторм. Можете себе представить, что в такой день, как сегодня, появляется шторм. Через десять секунд полностью поменялась обстановка, и начался кошмарный шторм. А лодочник скакал по лодке с одного края на другой. Шторм, шторм. Гопи сказали, мы заметили. Продолжай грести. Но вода начала заполнять лодку. Лодочник сказал, у нас перегруз. Необходимо скинуть балласт. Все ваши молочные продукты отправляются в Манаси Ганго. Все было выброшено в Манаси Ганго. Но вода все еще попадала в лодку. Лодочник сказал, нужно выбросить все ваши украшения в Манаси Ганго. Все украшения были выброшены в Манаси Ганго. Но лодка продолжала тонуть. Лодочник сказал, вам нужно выбросить все ваши одежды в Манаси Ганго. Гопи сказали, сейчас мы тебя выбросим в Манаси Ганго. Если не начнешь грести нормально. И так потихонечку они гребли. Вода все проникает в лодку. Шримати Радхарани запаниковала. Схватилась за лодочника. Спаси нас, спаси нас. Но затем под его чадром она почувствовала что-то твердое. Она приоткрыла его чадр. И увидела плейту. Вы же не догадались, кто был лодочником, правда ведь? Затем внезапно шторм прекратился. И Манаси Ганго стала очень спокойной и красивой. И Шримати Радхарани, Лорд Кришна и Гопи, они просто остались здесь и у них разворачивались игры по всей реке Манаси Ганго. Шри Манаси Ганга Ки. Джай. Шри Манаси Ганга Ки. Джай. Шри Манаси Ганга Ки. Джай. Манаси Ганга, Манаси means the mind. Манаси значит ум. Манаси Ганга means the Ganges that came from the mind of Krishna. Манаси Ганга значит Ганга, которая явилась из ума Кришны. Мы продолжаем наш путь. Позвольте лишь указать на пару моментов. Этот храм, который находится прямо перед нами, называется храм Мухаравинды. Мухаравинда означает лотосные уста. Через полчаса мы придем туда. Когда мы придем к Харидеву, я объясню, что нас ждет в храме Мухаравинды. Если вы посмотрите в направлении туда, что находится за мной, вы видите? Видите купол, который видно с нашего расстояния. Это Чакалешвара Шива. Это наша будет последняя остановка. И прямо рядом с ним Бхаджан Кутир Санатана Госвами находится. Через некоторое время мы окажемся там. Шри Манаси Ганга Парикрама Ки. Шри Гавадан Парикрама Ки. Шри Гавадан Парикрама Ки. Шри Гавадан Парикрама Ки. Продолжение следует... Продолжение следует...